на связи с вами Михаил Зуев я приветствую всех кто смотрит сейчас данное видео и в этом небольшом подкасте мне бы хотелось показать вам одну очень интересную программу которая появилась относительно недавно она абсолютно бесплатная она позволяет на профессиональном уровне восстанавливать удаленные файлы папки и любые другие типы данных сразу хочу сказать что если вы смотрите это видео на моем блоге 3w.mastercard.com то под онлайновым плеером для просмотра данного видео вы сможете найти ссылку где можно скачать эту программу еще раз повторюсь она абсолютно бесплатная и ее функционал вернее не функционал а ее качество работы находится на профессиональном уровне она абсолютно отличается от всех прочих утилит которые предназначены бесплатных имеется ввиду да она разработана профессиональной лаборатории r-lab после того как вы скачаете эту программу в той папке куда вы сохраните архив вам нужно будет ее распаковать зайти внутрь папки и здесь сразу запустить файл с расширением экзе программа не требует установки и каких либо дополнительных действий вы запускаете ее и она сразу же готова к работе что давайте посмотрим что мы с вами здесь мы можем увидеть и как вообще с помощью этой программы производить восстановление данных а во первых в главном окне мы с вами видим слева список каких либо накопителей которые подключены к данному компьютеру это могут быть и жесткие диски это могут быть и флешкарты и карты памяти которую в данный момент у вас вставлены в картридер и так далее да и внешне жесткие диски то есть все все возможные типы внешних накопителей и внутренних программа так скажем знает умеет с ними работать в данном случае к моему компьютеру подключен лишь один накопитель данных это внутренний жесткий диск никаких остальных так скажем других до сторонних накопителей я к нему не подсоединял поэтому программа определяет что на этом компьютере она нашла только драйв 0 то есть первая цифра в нумерации внутренних жестких дисков в компьютере да и на котором имеется вот такой один раздел надо сказать что если вы допустим решили восстановить данные с какого-то внешнего накопителя то вам сначала нужно подключить компьютеру этот внешний накопитель а уже потом запускать программу чтобы она его обнаружила это наиболее оптимальный режим если по каким-то причинам накопитель в системе не опознается тогда все равно подключаете его запускайте программу и нажимайте здесь вверху кнопку обновить программа пересчитает а значит список накопителей которые есть системе возможно найдет тот который по каким-то причинам не хочет определяться стандартными средствами если вы решили восстановить внутренний жесткий диск да возможно на котором неизвестны разделы они пропали по каким-то причинам дали уже были повреждены так или иначе есть только вот этот пункт физический жесткий диск под каким-то номером да а разделов в нем нет как быть просто кликайте по нему и нажимайте здесь найти раздел программа эрлат выполнить поиск потерянных разделов на данном диске и если они будут найдены начать сканирование нажимаем то вы можете выбрать какой-либо из них эта операция длится так скажем различные интервалы времени это все зависит от размера вашего накопителя вот смотрите даже в данный момент когда я только запустил сканирование она идет всего 25 секунд но тем не менее уже программа нашла три раздела на моем жестком диске и действительно так потому что программа находит еще и старые разделы старую разметку которая была на этом диске когда-то раньше вам необходимо лишь и выбрать какую-то из них либо же отметить их все и нажать использовать выбранные после этого все эти разделы ну давайте остановим сканирование да закроем это после этого все эти разделы будут под номером вашего драйва на вашего накопителя вот здесь внизу определяться и это уже хорошо это первый шаг а к восстановлению то есть хорошо если раздела у вас определяются тогда мы сейчас с вами приступим к восстановлению но если они у вас не определяют что вам необходимо проделать то мы с вами проделали только что да это выполнить поиск утерянных разделов хорошо какие-то разделы мы с вами нашли теперь мы можем нажать кнопку просмотреть чтобы увидеть что вообще на этом разделе имеется в данном случае раздел а у меня работоспособные да то есть никаких проблем с ним с ним нет поэтому я здесь вижу все папки и файлы которые есть на данном разделе но в вашем случае такого может и не быть то есть если раздел у вас был потерян после восстановления раздела возможно здесь будет пусто то есть никаких файлов и папок система не найдет как быть в этом случае в этом случае тогда необходимо будет закрыть это окно и перейти здесь сразу к сканированию если так или иначе у вас еще сохранили здесь какие-то данные хотя бы частично то что вы можете с ними сделать да во первых вы можете естественно кликнуть по ним правой кнопкой просмотреть содержимое папки определить размер той или иной папки да и наконец скопировать его в какое-либо место чтобы возможно не потерять какие-то ценные сведения или хотя бы части части каких-либо данных да вот если какие-то на файлы и папки на поврежденном диске все-таки есть лучше и скопировать какое-то другое место вдруг они пригодятся вдруг вы это с помощью сканирования что-то пойдет не так и так или иначе восстановление будет выполнено ошибочно такое также бывает хоть и редко но бывает да чтобы у вас хотя бы какое-то содержимое диска осталось для дальнейшей работы по восстановлению так хорошо давайте вернемся назад ну и непосредственно для восстановления данных нужно нажать кнопку сканировать и после этого программа начинает выполнять поиск удаленных каких-либо файлов и папок которые могли находиться на выбранном вами разделе здесь существует прямая зависимость между размером раздела и размером жесткого диска в гигабайтах и временем то есть обычно это операция не быстрая вот у меня допустим для 40 гигабайтового раздела на жестком диске видно что сканирование займет порядка двенадцати минут так но мы с вами нажмем остановить и посмотрим дальше в суть дела после того как сканирование будет завершено вашему вниманию будет представлена вот такая вот таблица вернее не таблица да а окно где вы будете наблюдать файлы и папки в текущей файловой системе которые остались на диске да те самые о которых я вам говорил результат результат реконструкции реконструкция это и есть непосредственный поиск файлов если программа находит что-либо она заносит их в эту категорию удаленные файлы это название говорит само за себя это то что было когда-то удалено но информация об этом все-таки сохранилась на диске и поврежденные файлы частично либо же полностью возможно они были записаны с ошибкой возможно они были повреждены повреждены вследствие разрушения магнитного слоя жесткого диска да и так далее так далее из всех вот этих категорий я могу сказать что наибольшие шансы на восстановление есть в принципе удаленных файлов да у реконструкции и поврежденных файлов их меньше но это не значит что программа ничего не найдет и не даст вам восстановить да эти какие-то объекты эта программа очень мощная у нее собственные алгоритмы разработанные компанией автором а этой программы они занимаются профессиональным восстановлением данных кстати вот если вы вернетесь до назад то вы здесь видите ссылку на компанию эрлаб это лаборатория по восстановлению данных которая занимается этим достаточно длительный промежуток времени у них есть опыт работы да у них есть свои собственные технологии и собственные утилиты которые они выпускают том числе вот это вот программа airsaver она бесплатная для некоммерческого использования на территории бывшего ссср что ж вот по такому принципу нужно работать с этой программой как видите здесь все просто и разобраться с ней никаких трудов не составит но все таки если вы в чем-то запутались вы можете либо пересмотреть данное видео либо же обратиться здесь к руководству пользователя для этого достаточно кликнуть по кнопке да и программа перебрасывает нас браузер здесь можно узнать дополнительные сведения о программе что ж а я на этом с вами прощаюсь я очень надеюсь на то что вам никогда не придется воспользоваться данной программы но все таки если несчастье случилось то смело прибегайте к использованию данной программы она вам сильно поможет восстановление информации с вами был михаил зуев блог мастер хард точка ком до встречи увидимся в следующих видео в следующих видео